О криминогенной обстановке за неделю доложил начальник полиции Андрей Раб. За семь дней поступило 345 сообщений, 94% раскрыто. Обнаружен и закрыт подпольный игровой клуб на улице Ленина. По линии детского закона 1539 проведено 53 рейда. Далее перед службами задачи на неделю поставили заместители мэра. Людмила Гузенко напомнила, что эта неделя завершает месячник обороны массовой и военно-патриотической работы. Нужно усилить работу в этом направлении и подготовиться к итоговому мероприятию. Также она сообщила, что в Анапе заработала санавиация и первый тяжелобольной уже был отправлен на вертолете в Краснодар на оперативное лечение. Светлана Яровая сообщила, что долг по арендным платежам составляет порядка 80 миллионов рублей. Именно такую большую сумму недополучил бюджет города. Ситуацию необходимо исправлять. Для тех, кто должен в бюджет эти достаточно большие суммы, буду расторгать договора аренды даже под движимым имуществом. И хочу посмотреть, каким образом затем можно будет совершать сделки, брать кредиты и вообще распорядиться этим самым имуществом. Вообще намерена таким образом построить работу, чтобы не мы бегали, верните нам бюджет, пусть за нами бегали. У меня такая позиция будет в данном случае. Михаил Баюр напомнил, что необходимо разработать инвестпроекты, обеспеченные реальной землей. Начальник управления экономики и инвестиций Вадим Христофоров доложил, что на сегодняшний день уже 19 проектов подкреплены всеми документами, привязаны к конкретным земельным участкам и работа в этом направлении продолжается. На недавно прошедшей встрече губернатора Кубани с активом Анапы Александр Ткачев поставил задачу возродить былое виноградарство и виноделие на курорте. В связи с чем задача управлению сельского хозяйства приступить к реализации муниципальной программы по виноградарству. В свое время это было 17 тысяч гектаров на ранних, 25 тысяч тонн собирали вместо 10 сегодняшних тысяч тонн. Представляете, какой резерв? Вы должны активизировать эту работу и в этой части провести на этой неделе до 21 числа с руководителями виноградарских и винодельских предприятий совещание. Контрольный вопрос планерки – санитарная очистка территорий муниципального образования. Начальник управления ЖКХ Ольга Нечитайло доложила о той работе, которая круглосуточно проводится для создания чистоты и благоустройства на улицах и пляжах в городе и на селе. Обеспечивают чистоту на курорте 14 мусороуборочных компаний. На уборку улиц единовременно выходят более сотни дворников, а в летний период количество персонала увеличивается в разы. К предстоящему курортному сезону на вооружении Умупаку появится самая современная пляжеуборочная машина, которая способна собирать мусор от мелких фракций до крупных камней. Работать у кромки воды и в воде у берега. Эффективно просеивать мелкий песок с глубиной очистки до 30 сантиметров. Но есть и проблемы. Одна из самых острых – незаключение договоров на вывоз ТБО коммерческими объектами. Отсутствие урн и контейнеров возле предприятий. В результате мусор оказывается на тротуарах и улицах курорта. Еще одна проблема – стихийное складирование мусора вдоль улиц с жителями Анапы. Не дожидаясь мусороуборочной машины, люди просто выставляют пакеты на обочины, тем самым портят эстетический облик курорта и нарушают санитарную обстановку, особенно в летний период. Разъяснительная работа идет повсеместно. Специально для этого управление ЖКХ организовывает санитарные рейды, в ходе которых составляются протоколы на нерадивых собственников и предпринимателей. И, как показывает практика, такие рейды дают свои результаты. Все больше анапчан приучаются к порядку, мусора на улицах становится меньше, но полностью искоренить проблему пока не удалось, а значит, такие рейды будут продолжаться.